Рада приветствовать вас! Сегодня я записываю 20-й выпуск своего подкаста. И на этот подкаст меня вдохновили прекрасные девушки из города Владивосток. Девочки, передаю вам отдельный привет и огромную любовь. Итак, тема сегодняшнего подкаста – «Как его забыть?» Другой взгляд на эту проблему. Добро пожаловать на мой подкаст! Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Юлии Хадарцевой о деньгах, ценности себя и престиже. Итак, начнём. Очень часто, имея отношения с мужчиной или женщиной, которые, на наш взгляд, не приносят нам удовольствия, наслаждения, не дают нам ресурса и являются для нас болезненными, мы на каком-то этапе принимаем решение, что нам нужно это забыть, выбросить, исключить из нашей жизни. Так вот, я вам сегодня хочу дать немного другую позицию по любым отношениям, которые есть и возникают в нашем пространстве. Я вам предлагаю не забывать об этом, не исключать это, а дать этому место в своей жизни и прожить. Я вам предлагаю попробовать взять оттуда ресурс, посмотреть, что вам может дать эта ситуация. Любые отношения в нашей жизни, любые люди, которые приходят в нашу жизнь, они приходят не просто так. Они приходят какими-то уроками. Они приходят для того, чтобы дать вам возможность развиться и выйти на новый уровень. И в тот момент, когда вы начинаете это исключать, когда вы удаляете все фотографии, телефоны, выходите из всех социальных сетей и заставляете внутренне себя забыть и выбросить, в этот момент вам становится еще больнее и хуже. И опять же, я сейчас буду ссылаться на расстановки по Хеллингеру. Берт Хеллингер говорит, что все исключенное в системе, оно проявляется с еще большей болью. То есть это когда вы хотите что-то забыть, оно выходит еще больнее дальше. А вы еще больше это закрываете, оно выходит еще больнее дальше. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы любую жизненную ситуацию, включая тех партнеров, которые сделали вам больно по какой-то причине, принимать и перерабатывать. Сейчас многие из вас скажут, да, легко сказать, сложно сделать. Я здесь о чем? Например, появился в вашей жизни мужчина. Мужчина, который почему-то, я не знаю, там не отвечает взаимностью, может быть даже отвечает, но вы почему-то не видите этого, да, там не дарит цветы, не заботится о вас. Вот все вот эти вот вещи там, что он не делает, это немного к другому подкасту, это про ожидания, да. Я говорю регулярно, что никто нам ничего не должен, но сегодня мы говорим о том, что ну вот вам прям больно, прям вот вы находитесь в этих отношениях, а вам прям больно, прям невыносимо, и хочется плакать, и вы делаете все, чтобы это забыть. Я вам предлагаю это принять. Принять себя в этой боли, принять этого человека, принять, что он действительно такой, и задуматься на мгновение, для чего этот человек дан вам, с каким уроком он пришел к вам в жизнь. И тогда вы начнете относиться к нему по-другому, вы начнете его принимать и перерабатывать. Только переработав можно окончательно отпустить. Потому что когда в вашем пространстве есть человек, которому у вас есть энергия, энергия это такая вещь, иначе, когда у вас есть не только любовь, когда у вас есть ненависть, когда у вас есть к человеку хоть какие-то чувства, позитивное это чувство, негативное это чувство, у вас с этим человеком ничего не закончено. Мы говорим о том, что отношения могут быть закончены, когда вы в абсолютном нуле. В абсолютном нуле это когда вам просто без разницы на этого человека. только тогда мы можем выходить из отношений вот когда ко мне девочки приходят знаете они там замужем какой-то период времени а потом решили развестись и вот они приходят этой буре эмоций рассказывают о том как какой он ужасный что он для них сделал не так как он себя плохо ведет сколько обиды и злости он им причинил я всегда вот приходит ко мне вы знаете я всегда говорю если есть энергия там же где есть ненависть там есть любовь это опять же вопрос дуальности когда вам кажется что он ужасный вы хотите от него получить любовь да вы хотите от него получить обратное и здесь важно это принимать и перерабатывать если есть чувства если есть любые эмоции любая энергия это возможность для вашего дальнейшего развития другой вопрос готовы ли вы сейчас идти в это развитие либо не готовы но смысл то какой сегодня вы исключите этого мужчину сделаете все возможное чтобы его забыть вычеркнуть из жизни к вам через неделю придет такой же который сделает еще больней поэтому можно переработать эти чувства только приняв их и прожив как мы это делаем первое что мы должны делать это дышать дыхание это первая ступень к переработке чувств а вспоминайте себя в сложных ситуациях что вы делаете вы такие сделали вдох и не дышите да вот важно ловить себя на на выдохе я прям вас призываю начать выдыхать что-то случилось первое что вы должны сделать выдохнуть и с каждым выдохом у вас выходит вот этот вот зажим у вас выходит этот этот весь негатив вообще скажу вам так я просто работаю с телом работаю с энергиями любую проблему можно продышать очень важно начинать с выдоха в тот момент когда вы выдыхаете вы выдыхаете весь негатив который у вас есть в тот момент когда вы выдыхаете вы как бы освобождаете место для другого пространства следите за тем что первый вошел выдох ну это например если перевести в пример там шкаф да если ваш шкаф переполнен одежда и вы уже еле-еле закрываете дверцу то вы туда нового ничего не впихнете поэтому важно сначала достать вещи из шкафа чтобы положить туда что-то новое поэтому и важно делаем выдох когда вы почувствовали какую-то боль какой-то страх какое-то недоумевание какой-то стресс сразу первое что надо сделать делаем выдох с выдохом вы начинаете принимать эту ситуацию второй шаг да мы начинаете чувствовать свои ощущения и чувства что вы сейчас чувствуете прям проговариваете себе внутренне ощущают злость я ощущаю гнев и важно опять же осознанно с выдохом приходить к тому почему вы это ощущаете да что конкретно вам этот человек не дадал и какой из этого урок вы можете извлечь то есть вы задаете после ощущения себе вопрос для чего этот урок в моей жизни потому что я еще раз хочу все-таки чтобы вы взяли на себя ответственность любой человек который приходит в вашу жизнь он приходит для того чтобы дать вам что-то и вы должны его благодарить вы должны идти из благодарности потому что он пришел к вам как учитель очень часто бывают ситуации когда вы чувствуете любовь к этому человеку а он не отвечает вам взаимностью так вот любовь которую вы чувствуете это тоже подарок судьбы который дается вам для ресурса вспоминайте себя когда вы влюблены и вы готовы свернуть горы вы мало спите вы думаете фантазируете и дайте себе возможность любить этого человека даже если он не отвечает вам взаимностью да но дайте себе возможность влюбить вот вспоминайте знаете фанатов различных вот бывают фанаты ну не знаю каких-нибудь кого там привести пример бродопита какого-нибудь да вот она фанатка этого бродопита и она ради него она там встает рисует его портреты она куда-то путешествует она придумывает варианты для того чтобы может быть заработать денег для того чтобы купить себе билет на его концерт и понимаете это все ресурс она влюблена заметьте не взаимно но у нее столько ресурсов для того чтобы действовать она пишет стихи она что-то создает она создает одежду и вот важно если вы не можете получить там взаимность важно найти в этом ресурс важно понять что этот человек вам дан для ресурса чтобы вы что-то творили позвольте себе любить пускай даже не взаимно и осознанно идите то чтобы получать там ресурс потому что любая любовь любое увлечение это возможность к творчеству это возможность что-то создавать понимаете и любая ситуация где вы чувствуете чувства это опять же подарок судьбы который может дать вам возможность выйти на новый уровень и здесь благодарите и этого человека и вселенную которая вам его послала как вам так немного другой заход да то есть что мы делаем первое мы дышим начиная с выдоха мы понимаем что это ресурс и мы задаем себе вопрос для чего мне эта ситуация в жизни для какого урока мы понимаем что этот человек нас может вдохновлять и мы можем на этой энергии творить и что-то создавать да и благодаря этому мы можем многого 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 добиваться в нашей жизни поэтому пожалуйста не закрывайтесь от боли идите в эту боль в каждой боли есть ресурс потому что через боль мы развиваемся через боль нас становится больше что знаете такое самое больное для женщины это вот роды да кто рожал знает но в тот момент когда мы проходим через боль родов нас становится больше у нас появляется огромная любовь у нас появляется наш ребенок к которому мы относимся с открытым сердцем и с любовью поэтому посмотрите немного под другим углом на эту боль которую вам приходится проживать посмотрите на эту боль как на ресурс который вам дала вселенная на подарок который вам дала вселенная и не нужно закрываться идите в это идите в это и знаете хочу еще добавить про отношения между мужчиной и женщиной очень часто женщина выходит такую гордыню опять же мы почему уходим в гордыню я говорила об этом в одном из подкастов от нашей жуткой неуверенности и мы часто такие сидим и там пять дней ждем вот он нам не звонит и мы ничего говорить не будем если вам хочется сказать скажите если вам хочется написать напишите и не важно на самом деле что вам ответят важно что проживаете вы идите от себя идите через свои чувства чувствуйте дайте себе возможность чувствовать все что приходит не закрывайтесь от этого другой угол да или другой взгляд о котором я говорила в теме сегодняшнего подкаста это про то что женщина да и мужчина все мы можем переработать как позитивные чувства так и негативные и во всех чувствах есть огромный ресурс а иной раз в негативных чувствах ресурсы больше чем в позитивных Позвольте себе проживать, позвольте себе дышать. Просто в тот момент, когда вы перестаёте дышать и закрываетесь, вы перестаёте жить, вы перестаёте чувствовать жизнь. Вот. А это проявляется ещё сильнее. Я желаю вам любви, я желаю вам чувствования, я желаю вам принятия. Знаете, принятие — это такой волшебный ключик ко всему. Любая ситуация, которая с вами происходит, она происходит специально для вас. Вся Вселенная заботится о каждом мгновении вашей жизни. Вся Вселенная заботится о том, чтобы вы выходили на новый уровень. Вся Вселенная заботится о том, чтобы вы были счастливы. Она даёт вам возможности. И в тот момент, когда вы пытаетесь закрыться от них, вы спорите с Богом, вы спорите со Вселенной. Поэтому находитесь в принятии и дышите. Любви вам, счастья, благополучия, богатства. Цените себя и не забывайте, что вы есть блаженство этого Бога, что вы блаженство этой Вселенной. И что вы здесь специально для того, чтобы проживать гармоничную и счастливую жизнь. С любовью, ваша Юлия Ходарцева. Если будут вопросы, задавайте, буду с радостью отвечать. Пишите мне обратную связь. И я ещё раз передаю привет моим прекрасным девочкам во Владивосток. Это они сегодня были вдохновителями на этот подкаст. И всем остальным я приглашаю вас задавать мне вопросы, обозначать темы подкастов. Пишите мне, я с удовольствием буду отвечать на них, буду специально записывать подкасты. Всего вам хорошего. Счастливо.